Это чай горячей заварки. А этот чай в бутылке заварен холодным способом. Всем доброго дня! Сегодня мы будем заваривать копорский чай. Но заваривать будем двумя способами. Первый из них горячий, обычный, классический. А второй способ холодный. Что, собственно, для этого нам будет нужно. Сам копорский чай. Чайник заварочный. И вот такая пластиковая бутылка, пустая. Давайте посмотрим, какой чай мы будем заваривать. На этикеточке читаем. Иван-чай, мастер, сбор 2015 года. На обратной стороне стоит знак ЕАЭС. Это очень хорошо. Значит, имеется сертификат соответствия. Изготовлен ООО Доброе поле. Рязанская область, Касимовский район, деревня Дуброво. Имеется адрес электронный. Ну, всё, значит, нормально. Так. Приступим. Открываем наш пакет с чаем. Запах впечатляет. Аромат есть в заварке плохой. Так, извлекаем из чайника сетчатый стаканчик. Который насыпать будем сейчас заварку. Сейчас подправим. Так. Пускаем в чайник. И сейчас я залью на кипяток. Чайник вскипел минут где-то 5 назад. Температура уже наверняка меньше 100 градусов. Где-нибудь 80. Пар идёт ещё. Заливаем кипяточек. Вот. Проливая через заварку кипяток, мы уже видим, что чай начинает завариваться. Так. Сейчас я ещё немножко подолью. Ну, потом её крышечкой прижму. Вот. Релифт пошёл. Ничего страшного. Так. Село. Настаивает скопорский чай примерно 30-40 минут. Прошло 30 минут. Чай заварился. Видим хороший, насыщенный цвет заваренного чая. Давайте немножко отольём. Потому что налил я очень полностью чайник целый. Чуть-чуть сольём. Вот. Видите, какой красавец. Ну и всё. Убираем чайничек в сторону. И потом приступаем к завариванию холодного чая. А когда холодный заварится, сравним с тем, который мы заваривали первый раз, то есть с горячим. Теперь готовим холодный чай. Пустую бутылку нам нужно насыпать в заварку. У меня есть такое приспособление для этого дела. Чтобы всё было попроще. Так. Второй литр возьмём грамм 10 чая. Проходит. Сейчас пропихнем ложечкой. ещё раз добавить. Ну вот. Соскочил немножко. Ну, сейчас пропихнем. Так. Ну вот, я думаю, 10 грамм здесь будет. Теперь бутылочка у меня вот с водой. Кипячёная, но она комнатной температуры. Холодная. Заливаем её в бутылку, где насыпали чай. Принципиально отличается способ от тех видов холодного чая, которые я сегодня смотрел в интернете. Да, делают холодный чай, но заливают всё равно кипятком горячим, затем остужают, добавляют лимон, добавляют апельсин, добавляют листья мяты, но заливают, ещё раз хочу сказать, кипятком. Я же заливаю водой комнатной температуры. Вот можно заметить, что, когда мы заливали кипяток в чайник, он сразу становился жёлтым. То есть, заварка отдавала свой цвет. Здесь же практически цвет воды не меняется. Ну, чуть-чуть жёлтоватый. Специально не стал брать вороночку, леечку, чтобы процесс можно было показать. Для чего я это делаю? Многие считают, что при заваривании кипятком целяются полезные свойства чая. Многие остужают до 80, до 70 градусов, даже до 60. А мы попробуем заварить вообще водой комнатной температуры. То есть, 22, наверное, 23 здесь. Больше тут нет. Вот. Заливаем полностью. Потому что заварочка сухая, она в себя всё равно часть воды возьмёт. Вот как налью. Под самую крышку. Так. Закрываем. Ну и будем настаивать это дело часов 10, не меньше. Не буду ставить. Положу лёжа. Чтобы площадь соприкосновения с водой была максимальная. Прошло 10 часов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. По-моему, эксперимент удался. Чай настоялся. Имеет довольно приятный и приличный цвет. Давайте поставим бутылочку и повнимательнее всё на ней рассмотрим. Видим. Да, цвет настоя хороший. Но есть и минус. Часть заварки плавает на поверхности воды сверху. О чём это говорит? Здесь могут быть две причины. Первая, чай качественно высушен, что это является его плюсом. А другая причина может быть в том, что недостаточно всё-таки время настаивания. То есть не 10 часов, а может быть надо 16 часов его настоять. Я не знаю, я первый раз это делаю. Вредно или нет настаивать так долго копорский чай, я считаю, что не вредно. Потому что срок годности готового настоя даже у заваренного горячим способом чая где-то 72 часа, то есть трое суток. Это при комнатной температуре. А если же этот настой хранить в холодильнике от 0 до плюс 4 градусов, то время хранения увеличивается до недели. Ничего не происходит, никаких изменений вкуса, цвета, или тем более плесень какая-то что-б появилась. Нет, все, чай хранится отлично. Это уже испытано. В нем нет кофеина, ядов в нем не образуется, поэтому такой способ заваривания, именно холодный, можно приветствовать. Давайте чайник я не выливал, который вчера мы заваривали горячим способом. Поставим рядом, посмотрим, сравним цвет заварки горячий и холодный. Вот так я ставлю специально и смотрим. В чайнике кажется, что, конечно, заварка намного темнее, но если смотреть там, где его немного, именно в носике, то разращность чая бутылочного и вот где носик у чайника в принципе почти одинаковая, никакой там разницы нет. Перед тем, как начать монтаж фильма, я все-таки не удержался, решил попробовать, что же получилось на самом деле по вкусовым свойствам. Через марлечку процеживаем немного нашего холодного чая. Хватит. Ну что, попробуем. в принципе, ничем не отличается от того, который заварен горячим и остужен. Если его подогреть, то это и будет тот же самый копорский чай. Ну все. горячим отец. Продолжение следует... Продолжение следует...